Итак, доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Всем хеллоу! Доброе утро! Сегодня я провожу из Хедера. Был я в Хедере и сегодня, значит, задержался здесь. В Хедере я утром молюсь. Утреннюю молитву иногда в Хедере, где учится мой сын. Вместе с ним едем в Хедер и молимся утреннюю молитву. Вот, и сегодня я задержался, потому что сегодня праздничный день, и он одевал первый раз тфилин. Одевал первый раз тфилин, и, значит, вот я здесь, мы праздновали. Хочу вам показать, как учатся в Хедере в Хедере дети. Вот смотрите, как учатся в Хедере детки. Вот они так изучают Тору, видите? Так они изучают Тору. Есть несколько классов, я вам сейчас покажу. Яков Шатадин. Вот такой в Тиеве Хедер, кстати. У кого в Тиеве есть в Хедере дети, и кто хочет, чтобы они учили Тору, видите? Какие рэбэ, какие детки сидят, они молятся, учатся. Видите, как красиво? Вот, значит, так они учат Тору. Хорошо, значит, и мы тоже будем учить Тору. Хотя мы уже не дети, мы, конечно, нас дети учили других вещах, в детстве учили другим вещам. Мы в детстве в это время чему учились? Сказки, например, про Колобка. Колобка. Знаете, сказка про Колобка. Я слышал очень смешную историю, как один израильтянин, который родился в Советском Союзе, и его воспитывали в советских, на русских сказках, и он объяснял своему сыну в Израиле уже, своему ребенку, он хотел ему рассказать сказку, и он говорит, вот я тебе расскажу сейчас сказку про Колобка. Да, значит, жили-были дед и бабка, и, значит, они собрали остатки мути по сусекам, по сусекам. Он говорит, что такое сусеки? Он говорит, ну, сложно сказать, что такое сусеки, мы не знаем. В общем, собрали они по сусекам муку и сделали Колобка. Он говорит, сын этот, что такое Колобок? Он говорит, Колобок это такая пита, круглая пита, круглый хлеб, только 3D. 3D в этом зале. Эта круглая пита каталась по лесу и всех обманывала, а потом она всех обманывала и убегала от всех, а потом она, эта пита, значит, пришла к лисице, и лисица ее съела. Все. И он, сложно ему было объяснить ребенку, ну, как бы, смысл этой сказки, ну, чему она учит, какая мораль в этой сказке, да, чему она учит. Так он ребенку не смог объяснить. Вот. И нас учили разным сказкам, разным историям, да, мы все как-то воспитывались, какая-то курочка-ряба, да. Вот. Они учат Тору, учат, как молиться Богу, то есть они живут в другой картине мира, в которой все сотворил Бог, Бог всем управляет. Бог добрый, Бог говорит, делать добро, иди, делать зло. Если ты выполняешь повеление Бога, то все будет хорошо. Не выполняешь, все будет плохо. Как бы, у них такая картина мира. И мы сейчас изучаем, мы изучаем сейчас, мы сейчас изучаем Пертеевод. Значит, сегодня у нас смешно. Десятая. Шмая и Автальон, это были руководители того поколения, это где-то было 2300 лет назад, 2200 лет назад. И они были потомки царя Санхирива, и они, значит, были Дерим. То есть они не были евреи по рождению. Они приняли иудаизм уже, наверное, в зрелом возрасте. Они начали изучать Тору и поднялись на уровень, что они стали самые великие мудрецы. Один стал как царь, Наси, Шмая стал Наси царь. И вчера мы изучали, что он сказал. Он сказал, ненавидь величия и не становись известен властям. Имеется в виду, тогда были же власти, то Гретьи владели Израилем, потом Римляне. То есть не становись известен властям, потому что власти тебя используют. Если надо, убьют, если надо, посадят, если надо, в тюрьму. Ну, то есть он говорил, не становись известным властям. Я уже потом, когда вчера закончился урок, я вспомнил, что есть еще в Талмуде такая вещь, что власть, она сокращает жизнь человека. То есть тот человек, который у власти, то это было впервые замечено про Йосефа. Йосеф, он был царем, премьер-министром в Египте, и он умер раньше, чем все остальные братья. То есть он умер самым молодым. Власть сокращает жизнь человека, потому что, когда человек у власти, то он воюет с кем-то, люди его ненавидят, кто-то его любит, кто-то ненавидит. Нет, он участвует в уничтожении людей по-любому. Власть, она держится только на том, что те, кто против власти, должны быть уничтожены, посажены в тюрьмы и так далее. То есть не может власть держаться, если она не занимается, ну, каким-то давлением на людей. А там, где есть давление, там обязательно есть где-то беззаконие, где-то ошибочно кого-то посадили, кого-то убили. Если человек в этой власти, то он везде в этом замешан. Поэтому еще то же, что ненавидит рабанут и не становись известным властям. То есть это все опасно. Теперь дальше. Сегодня нам сказал Автальон. Мишна, в которой Автальон. Автальон это был глава Равинского суда. Он все время думал и посчитал самым важным. Он же говорил очень много умных вещей. Но именно в поучение отцов вошло его высказывание, в котором он... Давайте послушаем. Он как бы оставил месседж на тысячелетие. Андрей Павличук, привет. Значит, он сказал так. Он обращался к мудрецам. Он обращался к мудрецам. Значит, мудрецы это те люди, которые обладают мудростью и влиянием на других людей. И он обращался к ним, к мудрецам Торы. Естественно, что он был глава Равинского суда в Иерусалиме, Санедрина. И он в храме, который заседал. И он обращался к мудрецам, и он им говорил так. Тхахамим. Он говорил, мудрецы. Изаару бадиврейхэм. Будьте осторожны в своих словах. Изаару бадиврейхэм. То есть будьте осторожны в своих словах. Шема. Техавуху ватгалут. Что может быть, что вы будете с неба присуждены к изгнанию. Такое может быть. Вы будете присуждены к изгнанию. Ветехавули маком майамараим. И вы будете изгнаны вместо плохих вод. Дословно, плохих вод. И вы будете изгнаны вместо плохих вод. Вишту талмидим абаим ахарайхэм. И выпьют, будут пить эту воду. Талмидим это ученити. И абаим ахарайхэм. Которые приходят за вами. Ве немца. Шем шамаем мид халель. И получится, что имя небес будет. Мид халель это обесценено. Осквернено обесценено. Хилуль это как обесценивание. Обесценивание. Значит, что он сказал. Вот смотрите. Ведь мы же с вами обычные простые люди. Мы ищем. Каждый человек ищет. Не важно. Он может со стороны казаться очень таким прямо уверенным в себе. Блатным. Супер уверенным. Я вчера, например, познакомился с одним человеком, который очень, ну вот со стороны других людей, там вообще, ну такой уверенный вообще капец. И этот человек, мы с ним разговаривали. Он там советовался со мной. Он говорит, я ищу, кто мне расскажет, как жить. Я не знаю. Все думают, что я знаю. Все меня слушают, как жить. А я не знаю, как жить. Он говорит, я ищу, кто мне расскажет. Ищу там учителя какого-нибудь, да, чтобы кто-то мне рассказал. То есть, какой бы ни был человек уверенный, он все равно принимает какие-то, как бы, исходные данные, аксиомы, не аксиомы. То есть, он берет какие-то данные, мысли других людей, тоже мудрецов, которые мудрецы были до него. Понятное дело, что чем мудрее человек, тем он более ищет мудрецов, которые более высокого уровня, чем он. И дальше, когда человек уже набрался этой мудрости, у него в голове появляется такая картина, там, как бы, такая более, это не объективная картина. У него, у него его, как бы, видение мироздания, да, оно очень расширенное становится. То есть, он видит, он знает разные мнения, он обдумывает. То есть, и он становится, как бы, мудрец, он начинает понимать, как говорил Сократ, что все непонятно. Что все непонятно, он говорил. Чем больше, как он говорил, это Сократ, да, что я знаю, что я ничего не знаю. То есть, чем я становлюсь более знающим, тем я понимаю, что, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю, что это все идеи о том, как работает мир. Теперь, значит, но остальные-то люди, они вообще ничего не знают. Есть люди, которые вообще не интересуются, как работает система, как работает мир, как он устроен, кто его создал. Они просто живут как масса людей. Они идут по СМИ, средства массовой информации. На сегодня им в голову вставляют, какая картина мира, во что надо верить, во что не надо верить и так далее. То есть теперь говорит Автальон, обращаясь к мудрецам. Мудрецы это те люди, которые транслируют другим людям, как надо жить. И он им говорит, будьте осторожны в своих словах. Но он обращался к мудрецам Торы, мудрецы, которые знали о том, как работает мир от пророков из Торы. То есть Торы это пророки, которые от Бога получили, как тот, кто создал мир, как мир работает. И Хахамим это уже, которые получили это знание от пророков. И дальше мудрецы, они его запоминали, структурировали и знали. Но это было именно божественное знание. И Автальон, который был главным мудрецом того поколения, он им говорит, Хахамим, мудрецы, будьте осторожны в своих словах. Может быть, вы будете присуждены к изгнанию. Значит, что такое изгнание? Изгнание это, оно так и случилось. Две тысячи лет назад был разрушен храм. И еврейский народ ушел в изгнание по всему миру, ушел в изгнание. И когда уходит человек в изгнание, у него нет спокойствия, у него нет с кем посоветоваться. У него нет, значит, ну вот этой вот системы, которая была в Израиле построена, там, Санейдрин, Верховный суд, священники, храм, мудрецы, ешивы, там все. То есть, если человек от этого отрывается, мудрец, то он попадает куда? В Маком, Маем, Араим, вместо плохих вод. Что такое вместо плохих вод? Знание, оно сравнивается с водой. То есть, оно, знаете, даже есть такое слово на русском языке, промывать мозги, да, то есть, когда, когда идеологическая машина, идеологическая машина, вот это все СМИ, средства массовой информации, они, особенно в тоталитарном обществе, они первым делом промывают народу мозги, идет промывка. Так вот, когда идет промывка с негативными целями, да, то это называется плохие воды. Плохие воды, что имел в виду Автальон, когда говорил, что вы попадете в Маком плохих вод, вместо идеологий, идеологии, которые не Тора. Есть же разные идеологии, есть идеологии, на то время, на то время мир весь служил идолом, то есть, все были как вот эти, знаете, индейцы, индейцы такие, то есть, были евреи, как сегодня евреи, с бородами, с пейсами, и говорили, вот я вам сейчас перевожу слова Автальона, как он их произносил, то есть, ничего не изменилось. Храм был, храм уже, царь Соломон построил храм 3000 лет назад почти, и мы с вами изучали его слова, все понятно, ну, то есть, человек, который говорит понятным языком. В это же самое время вокруг жили народы, вот, индейцы, видели, индейцы, папуасы, какие-то пигмеи, там, ну, такие дети и люди, реально дети и люди, которые, у них были массовые жертвоприношения детей, они пили кровь животных. Они совершенно жили в идеологии, в таких каких-то демонских сказках, но они же в это верили, то есть, они приходили к своему шаману, их шаман им говорил, вы знаете, мы там люди-волки, а вот эти вот там живут, видите, они люди-зайцы, и люди-волки должны людей-зайцев съесть, понятно, понятно. А чтобы была у нас победа в войне, надо сейчас, давайте, приносим всех детей, детей режем, и мы людей-зайцев победим. То есть, шаманы, они накуривались, набухивались каких-то мухоморов там и так далее, и гнали какую-то свою идеологию, которая, которые вот эти вот индейцы, они ее и слушали, раскрашивали себя такими вот красками, перья в голову вставляли, знаете, индейцы, ну, нормально человек вставит вот так вот перья себе в голову, не вставит, а индейцы вставляли. И, значит, трубка мира, там все такое. Теперь, значит, и говорил Автальон, давайте вернемся к Автальону, он говорил Хохамим, мудрецам, будьте осторожны в своих словах, что, может быть, вы попадете в изгнание, и ваши слова, уже ваши ученики, которые уже там родятся, они их неправильно истолкуют, они их неправильно поймут, и получится, что имя небес будет обесценено. Он намекал Автальон в его поколении, в его поколении уже появились, в иудаизме появились секты, то есть был иудаизм вначале, он был прямой, понятный, то есть Мошер Абейну получил Тору от Бога, передал Йошуа, Йошуа к ним, старейшинам и так далее, то есть передавалось Тора, все было, все было очень четко. Теперь дальше, но потом появился со времен, и помните, мы уже учили этим Мишноё, да, Йосипа Ньюэзер и Йосипа Ньюханан, пошло разделение мудрецов, разделение. И за три поколения до Автальона был такой Антигнаш Иссохо, помните, мы учили его Мишно, он сказал, не будьте как рабы, которые служат учителю, господину для получения награды, а будьте как те рабы, которые служат не для получения награды, и пусть будет страх перед небесами на вас. С хорошими побуждениями Антигнаш сказал такую вещь, чтобы мы служили Богу, более не ожидая награды, ни за награду, ни за вечную жизнь, а мы служили Богу из любви, то есть он хотел нас побудить больше служить из любви к Богу, а не для того, чтобы получать награду. А через два поколения его ученики Цадок и Байтус сказали, помните, сказал Антигнаш, не служите господину для получения награды. Что он имел в виду, сказали они? Нету награды, нету вечной жизни, сказали Цадок и Байтус, и они так поняли слова своего учителя через два поколения. И уже их ученики, их последователи, они сказали, раз нет вечной жизни, значит есть только эта жизнь. А раз есть только эта жизнь, совершенно меняется вообще полностью все. То есть если у меня нет вечной жизни, значит я должен в этом мире получить максимум удовольствия, то есть меняется парадигма. Если у меня есть вечная жизнь, которая полностью вечное удовольствие, значит я в этом мире готов потерпеть для того, чтобы получить эту вечную жизнь. Но если вечной жизни нету, зачем мне терпеть? То есть полностью разная картина мира. Есть вечная жизнь, нет вечной жизни. Все. Как они это вывели, что нету? Из одной фразы Антигнуса. И поэтому Автальон в его поколении уже размножились вот эти вот, они назвались Дутим, ученики Садока и Байтусы, они размножились. То значит он, ну то есть он сказал, что будьте осторожны в своих словах мудрецам, потому что люди могут вас понять неправильно. А когда они вас неправильно поймут, они начнут дальше уже верить там. Знаете, как есть известная история, как Метеланджело, он нарисовал Моисея, когда Моисей получал у Тору. Есть какая-то фреска известная Метеланджело, и он его сделал с рогами. С рогами. Значит, почему он его сделал с рогами? Например, написано в Торе, что был Керен Ор. Керен это один из переводов слова Керен, это рог. А второй перевод это луч. То есть были лучи света. От Машарабену шли Корней Ор. Лучи света. А можно сказать, что это были... Точно так же звучит. Керен это рога, Ор это еще и кожа. Так когда они прав... Ну, одни и те же слова, значит, можно перевести лучи света, а можно кожаные рога. Все. Метеланджело перевели кожаные рога. Вот такая история, да? Понятно. Как есть пианист Сидоров, а есть сианист... Вообще не буду так говорить. Понятно. Хорошо, значит, давайте подведем итог. Давайте подведем итог. Все люди в мире, они... Все люди в мире идут по словам каких-то мудрецов. То есть человек рождается, он не придумывает ничего. Ему в голову загружают, загружают в начале родители. А это не одни и те же слова, но звучит одинаково. Ор и Ор. Звучит одинаково. Ошер и Ошер. Ошер счастья и Ошер богатства. Звучит одинаково. Разница в одной букве, а звучит одинаково. Так они же передавали... Это же была устная Тора. Передавали устную Тору. Звучит одинаково. Написано по-разному. Можно ошибиться. Так еще раз, давайте подведем итог. Мы все живем в какой-то картине мира, которую нам дали люди, ну, назовем их так, мудрецы. Люди, которые... Философы, мудрецы, которые знают. Теперь евреи и те люди, которые хотят именно ищут путь к Богу и верят в Тору, они понимают, что Тора это то, что получили от Бога через пророков. Но кто передает? Передают мудрецы. И сказал Автальон мудрецам, будьте осторожны в словах, потому что вас могут неправильно понять. И действительно, откуда мы знаем, как правильно понять мудрецов? Поэтому мы должны изучать, изучать Тору и верить сегодняшним мудрецам. Но первое, что нужно для себя осознать, если... Я сейчас говорю свои выводы. Выводы. Что слова мудрецов я могу неправильно понять. А если мне кто-то передает слова мудрецов, как я, например, да, я передаю вам слова мудрецов. Так что это похоже, знаете, на что? Как встретились два приятеля. Один другому говорит, ты знаешь, говорит, вот все восхищаются Битлз. А я, говорит, вообще не могу понять, вообще не могу понять, разве это музыка? Что Битлз вообще может вызывать восхищение? Второй ему говорит, слушай, а почему тебя Битлз не восхищают? Он говорит, смотри, они, во-первых, английские плохо знают, во-вторых, они картавят, в-третьих, они в музыку не попадают. Тут говорит, а когда ты слышал Битлз? Он говорит, мне сосед Мойша напел. Сосед Мойша мне напел их пару песен, и я, как бы, слышал Битлз. Так мы тоже самое, воспринимая Тору через кого-то, мы должны понимать, что нам чаще всего это сосед Мойша напел. И если нам что-то не нравится, не подходит и так далее, то, возможно, это или ошибка в восприятии, или ошибка в передаче. Понятно. Потому что, может быть, те, кого мы называем мудрецами, они, может, и не мудрецы. Я помню, когда я первый раз зашел в синагогу, мне было 16-17 лет в Тиеве, и я не знал, как себя вести. И я зашел в синагогу, а до этого я, так как, ну, я знал, что я еврей, но я искал путь к Богу. И мне было как раз 16-17 лет, рядом с домом, там, где я жил, была, не было синагоги, была церковь. Я думаю, зайду в церковь, то есть, ну, посмотрю, люди туда ходят, собор какой-то прям, толпы людей идут. Я захожу в этот собор, и какие-то там бабушки мне говорят, э, как тебе не стыдно, надо там шапку снимать, сними шапку. И так они некрасиво мне это сказали, что я думаю, не, не может быть, чтобы там была какая-то духовность. Ушел я из этого собора, думаю, не, не мое. Я когда чувствовал, что я еврей, неудобно, какой-то такой собор, собор какой-то. Думаю, поеду в синагогу, думаю, далеко, неудобно ехать, все, ну, поеду. В общем, я ехал, 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 приезжаю я в синагогу на Подоле, захожу в синагогу, такая она невзрачная, какая-то захожу, там, в общем, тяжело зайти. Захожу в синагогу, но я уже, как бы, понимаю, что если это дом Бога, так что, надо снять шапку. Снимаю я шапку, думаю, вот я классно уже, да, уже опытный я в религиозных обрядах человек. Тут на меня уже не бабки, а деды какие-то. О, ты что снял шапку? Ты вообще кто такой? Ты что, разве ты еврей? Какой ты еврей? Ты татарин, ты вообще не еврей, ты татарин, что ты не знаешь, что нельзя, значит, шапку снимать в синагоге. И все, я с 16 лет в синагогу не заходил больше. Почему? Мы все воспринимаем мудрость, тору, какие-то идеи через людей. И бывает, что идея сама испорченная, но человек ее передающий хороший, прям говорят, что был в Москве в 80-е годы, был христианский священник, его звали Мень, отец Мень, как-то его назвали. Он был еврей, и он был очень харизматичный, он был дико харизматичный, и он очень проповедовал вот эту вот идею служения Богу через христианство. То есть, он, как идет идея, ведь христианство-то, оно откуда взялось? Сам основатель христианства Иисус, он был религиозный еврей, который соблюдал все заповеди, который ходил в синагогу, в храм, был обрезанный, там, все, все он делал. И он говорил, что я пришел, говорит, я пришел не отменить закон Бога, а его устрожить, там, чтобы служить сильнее, больше, самоотверженнее, и так далее. То есть, в принципе, христианство, оно на три четверти стоит из Торы, то есть, из книг Торы, если мы возьмем вот все христианские книги, то три четверти – это прямо прямой перевод, прямые книги Торы, которые изучают все евреи. И где-то треть, треть, всего треть – это уже новые книги, то, что христиане сами создали. Так вот, интересная вещь, что этот отец Мень, он был очень харизматичный, и он очень много евреев сделал христианами, православными, потому что он сам был носителем идеи, очень крутой. Правда, единственное, что его потом топором зарубил кто-то, представляете? То есть, это тоже интересно, топором его прямо зарубили, так он закончил свою жизнь, ну, как-то непонятно тоже. Опять же, я в этой идее не специалист, и я эту историю знаю поверхностно, но что я хочу сказать, что мы все воспринимаем знания через людей. И надо просто это понимать, это факт, что то знание, которое мы получаем, оно интерпретировано, оно искажено, в любом случае искажено передатчиком знания. И поэтому говорил Автальон мудрецам, будьте осторожны. А его старший товарищ Шмая, который был на Си, да, он вообще говорил, не лезьте в мудрецы, потому что искажение неизбежно, и на вас будет все равно каким-то образом будет какой-то грех, потому что если ты уже поднялся на рабанут, на величие, да, то по-любому тебя слушают, и по-любому кто-то тебя поймет неправильно. Поэтому Шмая говорил, не лезть на величие мудрецам, а Автальон говорил, если ты уже залез на величие, будь осторожен в словах. Поэтому я очень буду осторожен в словах. Значит, все, вот Дзиндра Дельпере, ей понравилось, и слава Богу. Значит, все, удачи, успехов, всем шаббат, шалом. Сделайте, пожалуйста, свои три вывода из урока. Сделайте три вывода из урока, поделитесь со своими друзьями, знакомыми. Шаббат, шалом, все, всем хорошего дня. В воскресенье я не смогу провести урок, я лечу в Москву. Буду проводить там тренинг, обучать как обучать. Тренинг тренировый, профессиональный оратор, у меня такой есть тренинг. И, значит, поэтому будет, я попрошу очень Эйтана. Эйтана, чтобы он проводил уроки, продолжал обучать Перте. Вот, правда, Эйтан ушел далеко вперед, но, опять же, Тору надо учить, повторять и так далее. Попросим Эйтана, чтобы он был осторожен в словах, осторожен в словах. Все, удачи, успехов, всем пока. Шаббат, шалом.